6 апреля в Инженерном институте Казанского федерального университета состоялось заседание Наблюдательного совета КФУ. Участие в мероприятии принял министр связей и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров, президент Республики Татарстан Руслан Мениханов и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Перед началом заседания гости осмотрели инфраструктурные объекты Инженерного института КФУ. Участники заседания ознакомились с высокотеологическими достижениями университета. Им были представлены разработки в области робототехники и 3D-моделирования, инжиринга медицинского оборудования, IT. В тачном принтере можно получать такие тонкие сетчатые структуры и потом вставлять его к человеку. Также, как только на нашей машине случилось, делается очень точная форма памяти, потом сжимается полка, засунулся тело человека, под нагримом она выпрямляется и можно уже доставать. Осмотр начался с площадки испытательного полигона цифровых производственных технологий. Также были продемонстрированы роботы, которые выполняют различные задачи. Например, роботы распознающего образа, роботы, играющие в футбол и другие. Открыл очередное заседание наблюдательного совета университета его председатель Николай Никифоров. Сегодня мы смогли посмотреть и очень впечатляющую выставку, реальные результаты исследований, разработок по самым передовым направлениям, которые идут и в рамках программы цифровая экономика, и много других направлений еще. Собравшись поприветствовал и президент республики Татарстан. Он подчеркнул, что в развитии университета видны серьезные изменения. Мы видим серьезные изменения. И очень приятно, что новые компетенции Казанского федерального университета очень конкурентные, очень востребованные для нашей республики, в целом для нашей страны. И разработки очень нас впечатлили. Самое главное, это студенты, они уже будут как бы интегрированы во все эти процессы цифровой экономики. В ходе заседания была защищена дорожная карта Казанского федерального университета на 2018-2020 годы. Также одной из тем повестки стало открытие совместной автономной некоммерческой организации КФУ и РУСФОНДА, Казанский регистр потенциальных доноров костного мозга. А также были рассмотрены вопросы создания малых инновационных предприятий, исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности вуза и другие вопросы. Диана Ишилова, Льнард Блетьяров, Универ Ньюс.